Девушки отдыхают И сегодня все будет как вы любите Обзор, приколюхи и музыканты А самое главное Гость нашего фильма Супер уважаемый и самый мощный Пассажирский переменник Союза ЧС-8 Офигенно, емен О столь сложной и крутой технике В двух словах не расскажешь Поэтому берите печеньки Наливайте чисто чай Мы начинаем, тарам Друзья мои Мы специально тэпэхнулись в 70-е Чтобы понять Как вообще появились ЧС-8 И что же Вовсю катаются вполне успешные ЧС-2 и ЧС-2Т А также шестерки с двухсотками И просто сверх машины ЧС-4Т Все задачи по перевозкам Электровоза выполняет на ура И в принципе замены не требуют Тем более машинисты довольны Что в Кирове, что в Ленинграде, что в Москве И что в Киеве Но вдруг бигбоссы Задумали таки довести длину пассажирских поездов На участке Москва-Киев Аж до 32 вагонов Ой, дурной Да ты слушай Пассажиров-то и вправду становилось все больше Вот очевидец Больше и больше и больше Чтобы меньше париться Доктора решили взять за основу Конструкцию ЧС-6 И обоих теремков при создании новинки Наступил новый 1983 год Появляются такие коллективы Как Red Hot Chili Papers И Алиса А Мадонна издает свой первый студийный альбом На волне такого подъема масс В тот же год Заводы Шкода выпускают сразу две серии И ЧС-8, и ЧС-7 Сразу отметим, что внешние электровозы Получились весьма схожими Хотите научиться их различать Смотрите другой наш ролик Ссылочка будет в описании А мы в этом месте Оставим ЧС-7 И дальнейшее повествование будем вести Only о восьмерках Впрочем, если джентльмен желает Видеть отдельный фильм про семерки Пусть черканет в комментах Итак, ЧС-8 Почти одновременно С разницей в неделю 11 и 18 мая 83 года Завод Шкод выпускает Две опытные машины ЧС-8 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 Первая машина Почти сразу после постройки В течение четырех месяцев Испытывалась на скоростном кольце У себя на родине Отметим, что Виталий Раков Ошибся Указав, что это был электровоз Номером два Кстати, решетки на окнах Вовсе не от саблезобных тигров Как принято считать А всего-навсего от птиц Известно, что машинисты-испытатели всерьез увлекались творчеством Альфреда Хичхока. Первой в Советский Союз прибыла вторая машина 23 мая, всего через пять дней после постройки. Да по Киев-Пассажирский, именно туда ее пригнал машинист Виктор Фурманец. Получается, он первым познакомился с Гравицапой. Вот фото, сделанное другим Машеком Юрием Орлом на следующий день. Первая опытная поездка ЧС-8002 по участку Киев-Нежин состоялась 26 июня 1983 года в составе сплотки с электровозом ЧС-4. Пилотировал новинку машинист Юрий Соколов. Затем «Двойка» до августа того же года работала в графике с поездом 217-218, после чего была передана в Щербинку для динамика прочностных испытаний. После их окончания в октябре 1983-го машина вновь оказалась в Киеве. А что же 001-й аппарат? Он после испытаний в Чехословакии прибыл в то же депо лишь в октябре 1983-го. Вот фотография локомотива практически в первые дни нахождения в ТЧ. Заметно, что окраска электровозов была различной. Если на единичке она вполне стандартна, и впоследствии использовалась на всех последующих ЧС-8 и даже ЧС-7, то вторая машина имеет отсылки как раз у ЧС-6 и ЧС-200. Правда не в красных, а зелёных тонах. Ну да ладно. Летом 1984-го ЧС-8-001 проходил испытание на скоростном участке Белореченская-Майкоп, северокавказской дороги, а затем также катался в Щербе. Вернулся наш герой в родное депо лишь в ноябре 1984-го. Ну-с, раз оба электровоза собрались вместе, давайте знакомиться с ними поближе. Сначала механическое оборудование. Электровоз ЧС-8 двухсекционный, с кузовами вагонного типа, каждый из которых через шкворни опирается на две двухосные тележки. На каждой телеге крепятся два коллекторных двигателя, почти таких же, как на ЧС-4Т, имея опорно-равную подвеску. Между собой секции соединяются автосцепками СА-3, при этом на первой машине фермеры применили жесткое межсекционное соединение. Электровоз, несмотря на схожесть с постоянником ЧС-7, стал короче на 300 мм. Теперь по оборудованию. Во многом электровоз повторяет ЧС-4Т, однако имеет важные особенности. В центре кузова мы видим тяговый трансформатор с масляным охлаждением, понижающий напряжение контактной сети. Две выпрямительные установки на диодных мостах для выпрямления переменного тока и тяговые электродвигатели по одному на вось. Ближе к кабине к трансу прикручен переключатель ступеней, аппарат для изменения напряжения на двигателях. Он как раз и делает шусы-шусы. По бокам два главных мотор-вентилятора, в основном для охлаждения тяговых электродвигателей и выпрямительных установок. Еще один вентилятор в центре охлаждает тяговый трансформатор. Сзади чехословацкие товарищи разместили мотор-компрессор и пневмопанель. И вот главная фича. В переднем конце электровоза располагается унипульс. Электронный преобразователь тока для управления возбуждением тяговых электродвигателей при реостатном торможении. А самое главное – для питания вентиляторов и компрессоров. Вот тут-то и порылась собака. Унипульс дает возможность вентиляторам вращаться с разной скоростью, плавно ее регулируя в зависимости от тока тяговых двигателей. А скорость вентилятора тягового трансформатора зависит от температуры трансформаторного масла. Кроме того, и мотор-компрессор имеет плавный запуск. Такая схема позволяет заметно экономить электроэнергию, потребляемую для собственных нужд. А ведь до кучи унипульс, тот же рокер, при работе выдает годную электронную музыку. Скажем по секрету, крафтворк, по их же словам, вдохновлялись именно унипульсом. Гон о крышу. Тут все традиционно. По краям рога, в середине ГВ, главный воздушный выключатель, за ними главные воздушные резервуары и высоковольтные разъединители. Технические характеристики. 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 Ну вот, джентльмены, зная топерич в устройство электровоза, проследим, сколько их было выпущено всего и куда они расползлись. Итак, первые две машины с заводским обозначением 81Е0 и номерами 001 и 002 после испытания поступили в Депо Киев-Пассажирский. Затем, спустя 4 года, в 87-м, Шкода строит большую партию ЧС-8 уже серийных машин. Заводской тип 81Е1, 30 электровозов с номерами от 003 по 032. Они имели множество мелких отличий от опытных машин, в частности, указатель позиций и стрелочного стал светодиодным. И еще спустя 2 года, в 89-м, Чехословакай выпускает последние 50 электровозов ЧС-8 с 033 по 082 номера. Заводской тип этих аппаратов 81Е2. Всего таким образом заводы Шкода за 7 лет сумели построить 82 красавца-лайнера. ЧС-8 аппараты, пришедшие на смену ЧС-4Т, электровозу в высшей степени удачному, о котором у персонала остаются только восторженные отзывы. Логично предположить, что новинка станет еще круче, хотя куда уж больше. Но так ли это было в реале? И вот тут мы видим явные нестыковки в разных источниках. Начнем с ремонаха «Железнодорожное дело». Вот выдержки из журнала 98-го года номер 2, пересказанные кой-как. Если электровозы ЧС-7, пусть и с немалыми трудностями, все же поехали, то первые два ЧС-8 ездить не желали вовсе. Он был нафарширован электроникой по самое небалуй. Тяговые двигатели, взаимозаменяемые стеремками, стали мощнее из-за новой компенсационной обмотки, однако это привело к повышенной склонности к перебросам. Достаточно сказать, что уже в первой поездке из восьми движков, пробило пять. Остальная электроника стояла там, где на ЧС-4Т размещались механические или электрические блокировки. Естественно, что все это нормально работать также отказывалось. Кроме того, электровоз оказался весьма горючим. Кое-как откатав гарантийный пробег, оба ЧС-4Т были задвинуты на базу запаса. Только в 1995 году Локи извлекли на свет, выполнив ремонт ЧС-8-001. При этом ему заменили опытные тележки, взяв серийные ЧС-8-002. После этого, с помощью какой-то матери, аппарат поехал. Второй электровоз в эксплуатацию решено было не вводить. В 1987 году Депо Киев-Пассажирский получила сразу 30 вновь построенных электровозов этой серии. Несмотря на поведенную работу над ошибками, локомотивы также оказались крайне логучими. Из этой тридцатки, в работе постоянно находилось не более пяти, шести электровозов, остальные стояли под забором. И вновь пожаробезопасность ЧС-8 оставляла желать лучшего. Спустя два года, в 89-м в Союз было поставлено еще 50, уже последних машин ЧС-8. При этом Киеву передали только 10 электровозов, с номерами 073-082. Остальные 40 аппаратов получила Северокавказская дорога. Ты че Тимашевская. И что же, если Киевское депо столкнулось с теми же трудностями, то ребятам из Тимашевской внезапные электровозы понравились. Скорее всего, причина была в закреплении восьмерок за определенными бригадами. Вот они и стали холить и лелеять новую технику. А машине что нужно? Ласка, чистота и смазка. А что же Киев? Лишь спустя время, выкинув из электровоза всю глюченую электронику, в том числе заменив стоковые унипульсы на кастомные с электроникой Hartram Express, машин удалось заставить работать без глюков. Напомним, эта публикация в журнале «Железнодорожное дело». Но что это? Нам в руки попали ламповые воспоминания машиниста депо Киев-Пассажирский Юрия Орла. О нем мы уже упомянули. Он лично знаком с первыми пилотами ЧС-8, товарищами Фурманцом и Соколовым. Более того, ими же закатывался на эту машину. Короче, вполне компетентный чел. В заметке он утверждает, что вышесказанное, досужий вымысел, как опытная, так и серийная эксплуатация первых двух ЧС-8, проходила вполне успешно. Мы не будем пересказывать всю заметку, оставив ссылку на нее в описании. Тем не менее, отметим, что неисправности, если и встречались, то довольно редко. Например, при зимних испытаниях в декабре 1984-го сгорел линейный контактор. В марте 1985-го был поврежден резистор постоянной шунтировки поля тягового двигателя. Из-за этого пришлось отключить реостатный тормоз, пока Шкода не прислала новый резистор. До этого случая большая часть торможения осуществлялась именно реостатом. Колодки почти не юзались. Вы можете представить, что первая тормозная колодка на ЧС-8 была заменена спустя полтора, полтора года, Карл, после начала эксплуатации. При этом ее износ составил всего 45%. Хотя, что касаемо неустойчивой работы унипульсов, это правда, соглашается товарищ Орел. Лишь после того, как сначала установили дополнительное охлаждение электроники, а затем полностью заменили унипульсы на кастом, оборудование стало работать без замечаний. Вот впечатления от ЧС-8-001 механика Орла. Мои первые впечатления от той первой поездки уже как машиниста трудно описать. Комфортабельная в кабине, мягкая в ходу машина, несмотря на то, что ходила в то время с одним отключенным тяговым двигателем, по причине, указанной выше, в тяге по сравнению с ЧС-4 просто летела. Кстати сказать, после ЧС-4 ТЭП переход на ЧС-8 дался вполне легко, поскольку схемы обоих электровозов очень похожи. Джентльмен спросит, а что там по серийным электровозам ЧС-8? Они же Масцево стояли под забором. Или в Раке? Да, стояли. Но не совсем по тем причинам, указанным в журнале «Железнодорожное дело». Вот что пишет товарищ Орел. По свидетельству Юэн Соколова, сервисная группа чехов просто физически не успевала подготовить и запустить в эксплуатацию все полученные к новому, в 88 году, 18 машин. Кроме того, не хватало диповских канав, поскольку проводились и плановые виды ремонта электровозом ЧС-4 и ЧС-4 Т. Но была и более серьёзная причина. За год до этого времени была користовка. На дорогах очень жёстко ставился вопрос о внедрении новых систем контроля бдительности локомотивных бригад. В качестве промежуточной меры было принято решение об установке дублирующей рукоятки бдительности на потолке кабины над местом помощника. Серийные же ЧС-8 поставлялись Шкодой со стандартной схемой АЛЦН и автостопа, РБ, установленной под левую руку машиниста, и кнопкой ВК на потолке кабины над помощником. Как только об этом узнали наверху, поступило жёсткое указание отставить все электровозы от эксплуатации впредь до установки на них УКБ. Понятно, что в условиях зимнего спада объёмов перевозок никто с этими работами особо не спешил. Так и оказались несколько уже подготовленных ЧС-8 серии 81Е1 под забором до весны 1988 года, и только тогда, уже оборудованные УКБ, электровозы снова начали запускаться в эксплуатацию. Что ж, друзья, кто, по вашему мнению, прав? Мы больше верим машинисту Орлу, тем более по другим источникам. Нынешним машинистам восьмёрки даже нравятся, до того, что некоторые из них, если есть возможность, предпочитают ехать на ЧС-8 вместо вполне надёжного ЧС-4. От себя добавим, что в любом случае две секции вселяют уверенность. Уж на одной дуре всегда сможешь освободить перегон. Джентльмен вновь спросит, а как сложилась дальнейшая судьба ЧС-8? Давайте узнаем. Сначала опытные машины. Оба Чеха вполне исправно работали до начала девяностых, когда пробег стал приближаться к величине, при котором был необходим заводской ремонт. И вдруг фига... Столкновение ЧС-8-002 по станции Сухиничи, 1991 год, в результате чего погнуло главную раму. Ну и отправили сначала вторую машину, а затем, когда пробег достиг предела, и единичку на Запорожский завод. Спецы долго думали и приняли, наконец, решение ремонтировать только ЧС-8-001. А ЧС-8-002 пустить в расход! С него были взяты тележки вместе с тяговыми двигателями для первой машины, поскольку там эти узлы конструктивно отличались от последующих. В феврале 2000-го ЧС-8-001 вновь поехал с поездами. Вот машинист Соколов опять за штурвалом. Эта машина продолжает вполне успешно трудиться и сейчас. Срок службы её продлён до 2023 года, правда, максимальная скорость была уменьшена. Чего не скажешь о ЧС-8-002. На Запорожском заводе постепенно с него поснимали и прочее оборудование, оставив только кузова. Более того, когда в крушение попал ЧС-7-240, для его ремонта были использованы фрагменты кузова бедолаги. В настоящее время ЧС-8-002 выглядит примерно так. Серийные электровозы, распределённые в Киеве и Тимошевске, постепенно стали кататься в общем графике. Пусть и не без сложностей, но машина уверенно таскала пассажирские поезда и о списании их никто не помышлял. Тем не менее, в результате различных инцидентов часть локомотивов была утрачена. В их числе, кроме уже упомянутого ЧС-8-002, можно выделить номер 007. Столкновение с ЧС-4 при скорости 18 км в час. Однако этого хватило, чтобы повредить главную раму. Такое же столкновение с Четвёркой было у ЧС-8-022. 079-й электровоз в результате столкновения сгорел дотла и был разрезан на месте. ЧС-8-035 также погорел после утечки трансформаторного масла и последующего возгорания. А в 2014 году в РЖД произошло перераспределение парка «Восьмёрок» из Тимошевской на Московскую дорогу в депо Вязьма и Брянск. Электровозы тогда пересылали с плотками. Что ж, пусть там, но аппараты сохранялись в рабочем состоянии. Но последующий спад перевозок, уменьшение пассажиропотока, а также появление П-1М привело к постепенной отставке от эксплуатации вполне живых электровозов. Вроде как 2019 год стал последним, когда в РЖД ещё можно было увидеть в работе ЧС-8. Большая их часть ныне ветшает на базах запаса. Увы, совсем не факт, что аппараты вновь поедут. Впрочем, время покажет. А что вы думаете по этому поводу? Теперь немного статистики. По состоянию на 2021 год, по сведениям Треймпикса, из 82 построенных электровозов в работе остаются 34 машины. Все приписки Депо Киев-Пассажирский. Списано в УЗ-4, а в РЖД 14 локов. Немного интересных фактов о нашем герое. При испытаниях в Щербинке ЧС-8-002 длина всех проводов от локомотива к вагону составила 27 километров. Электровоз ЧС-8-028 в 1989 году демонстрировался на выставке «Железнодорожный транспорт-89». На последнем электровозе ЧС-8-0-82 в порядке эксперимента были установлены асимметричные рога Леккоу, которые, впрочем, впоследствии были заменены на серийные пантографы. Первые электровозы имели на кузове дополнительные защитные лаковые покрытия, наносимые в два, а то и в три слоя. Такой окрас называется «Арена-2000». ЧС-8-004 сейчас имеет кабину не родную, а замененную на кастомную производства Запорожского завода. ЧС-8 явился одним из самых совершенных пассажирских электровозов в Союзе. Вот таков он, друзья мои, самолет «Железных дорог». Мы рады, что наконец с ним познакомились. А хотели бы вы, чтобы ЧС-8 продолжали работать в РЖД? Или лучше П-1М? Напишите, пожалуйста, свое мнение, только без фанатизма. Нам же остается поблагодарить всех за просмотр этого ролика, попросить его оценить лайком или дизом, проверить подписку на канал. И, как обычно сказать, всем удачи и... Эй, а рейтинг? Шо, запыл? А, точно! Мы же обещали выделить фаворитов среди локов в предыдущем ролике «Экспо-1520». Иначе говоря, зрительские симпатии. Ну что же, по совокупности голосов вы, наши зрители, на третье место поставили ЧС-200 и ВЛ-60. Голоса за них распределились почти поровну. Второе место у... ЧС-4. И, наконец, вершина хит-парада. Сверх уважаемый и суровый. С большим отрывом. Т-3. Интересно, что самым аутсайдером стала «Ласточка». Почти никто за неё не проголосовал. Кстати, давайте запилим ещё один рейтинг от наших зрителей. Какой электровоз вам больше по душе? ЧС-8 или ЧС-4Т? Результаты в следующем фильме. Ну, теперь точно можно сказать всем спасибо за просмотр. Всем удачи и... До новых видео!